Чё смотришь-то? Ох, бабы-яку не видал что ли, а? Ох, гляди-ка, я теперь завезу, да? Я что, на телевидении, что ли, будь, да? За кулисами театра «Кукол» тысячи актеров. Полсотни из них говорит голосом Евгении Пуховой. Уже 30 лет она служит этой сцене, хотя в студенчестве мечтала о карьере в кино. И все смеялись, говорили, ну ты прекрасно выглядишь за ширмой, ты прекрасно просто исполняешь эту роль, но только кукла не работает. Каждой куклой своя походка, свой характер. Ну, это, конечно, чудесное искусство. И через несколько лет я так прикипела к театру «Кукол», что мне просто не нужно было ни кино, ни театра драмы. Ах, какой хорошенький. Сядь ко мне на язычок, да пропой ещё разок. Лисица-марионетка – кукла, которая застала ещё времена Брежнева. Её за нити подтягивала и наша героиня. А ещё актриса Павлова – одна из первых, кто служил Барнаульскому театру. К слову, в те годы режиссёр Евгений Гиммельфар ставил не только детские, но и взрослые спектакли. Какой нелепый видела я сон. Мне снилось, будто я в ослах любилась. Комедия Шекспира – сказка для взрослых. Такого на сцене театра «Кукол» не было лет 10. Сегодня режиссёр из Беларуси поставил пьесу «Сон в летнюю ночь» и наполнил кассу. Современный взгляд сквозь золотую маску собрал аншлаг. На сегодняшний момент билетов нет. Если возвращаться в историю 80-е годы, то взрослые очень любили театр «Кукол» и билетов на спектакль. Невозможно было приобрести. И мне кажется, что мы себе и такую ставили, наверное, задачу, чтобы повторить. Также задача сохранить эту историю. Куклы будут оживать вновь и вновь, а ещё опять гастролировать по краю. Всё это уже было в 80-е прошлого века. Когда ситуация с ковидом утихнет, театр «Кукол» снова можно будет пригласить в гости и окунуться в сказку. Ведь до сих пор вживую далеко не все в краю видели марионеток, тростевые, планшетные куклы. А ещё жуткую куклу-перевёртыш. Анастасия Наборщикова, Александр Антропов. День с толком.